Наш штаб занимается организацией и координацией деятельности студенческих отрядов на базе университета. То есть набирает отряды и готовит бойцов к выезду в третий трудовой семестр. И организует множество различных мероприятий, как для бойцов отрядов, так и для университета города. Помогает в организации мероприятий также различного уровня. Штаб строительских отрядов СОФУ отвечает непосредственно за все отряды, которые у нас есть в нашем ВУЗе. В целом их по городу больше. У нас есть разные направления. Это строительные отряды, это лидирующие направления, у нас 6 отрядов. Есть отряды педагогов, отряды проводников и также два профильно-энергетических отряда. Это отряд состоит из 15-16 бойцов и впоследствии идет уже штаб студенческих отрядов, в котором все эти отряды объединены. Кандидатов мы набираем преимущественно с первого курса, чтобы они на протяжении всей учебы были задействованы в движении. Но также ребята и вторых, и третьих, и даже четвертых курсов бывают впервые, выступают в студенческие отряды. Любой боец в первую очередь получает свою фирменную куртку, то есть бойцовку. То есть по его бойцовке можно сказать о человеке абсолютно все. Кто он, кем он является, сколько раз он выезжал, где работал. Помимо своей бойцовки, любой студент, любой отрядник получает колоссальный опыт, поскольку ты работаешь уже начиная с студенческих лет, ты приобретаешь стаж, ты находишь необходимые связи, новые друзья, может кто-то находит будущего работодателя. Но наши отряды, они работают строительные по всей стране. Это и Якутия, сероссийская студенческая стройка «Север», сероссийская студенческая стройка «Заполярье». Также находятся в Сибири нашей страны. Это и наша область, Аркангельская, город Мены. Там традиционная стройка студенческая по морю проходит в Санкт-Петербург. Ну и множество еще строек небольших, где отряды работают по одну, по два отряда. Их даже не перечисли, будет их очень много. А отряды проводников работают на пассажирских перевозках в федеральной пассажирской компании. Они сервисный отряд выезжают у нас на юг, в туристических комплексах работает. А педагогические отряды, они также закрывают смены летние лагеря в лагерях области, а потом уже выезжают на последующие смены на юг. Самое значимое и самое крупное имя для нашего штаба – это Олимпиада студенческих отрядов «Старт». Она проходит сентябрь-октябрь, прошла в 18-м году. Полностью ее подготовкой и организацией занимаются на штаб. И проходит она для отрядов со всего Северо-Запада. То есть в этом году к нам приезжали ребята из пяти регионов, более ста человек только участников, плюс еще организаторы и всякие задействованные лица. И мы проводим спортивные мероприятия по многим видам спорта и выявляем самую сильную команду среди отрядов всего Северо-Запада. Также очень важно осуществляется молодежно-патриотическая акция «Полярный десант», которая в этом году проводилась уже в пятый раз. И это акция, которая охватывает муниципальное образование, отдаленное от центра. Различные районы нашей области, куда выезжают сводные отряды, сформированные из бойцов студенческих отрядов и занимаются там, так сказать, посвятительской деятельностью и социальной помощью. И хочу сказать, что все ребята, которые съездят в «Полярный десант», навсегда и надолго остаются в движении. Творческих мероприятий огромное количество, начиная от всевозможных после концертов, в которых задействован штаб. Например, недавно был день РСО, 17 февраля, в котором мы также принимали участие, готовили творческие программы. У нас очень важным является мероприятие такое, которое называется «Весенний и зимний выездной лагерь-семинар Школы молодого бойца», где мы знакомим молодых ребят, кандидатов с движением студенческих отрядов, вливаем их в наши, так сказать, движения, и также заряжаем бойцов, которые уже в отрядах, на дальнейшую работу продуктивную. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Клинические отряды в нашем университете – одно из самых больших движений. И как среди студентов, так и оказывается, очень много наших преподавателей в прошлом были бойцами студенческого движения. На сегодняшний день в университете насчитывается более 200 активных бойцов, и там еще сколько ребят, которые прошли в чередоводвижениях, там хотя бы раз выезжали. И пока над нами голубое пламя неизвестное Нас, хранящей звезды, будет, как и прежде, сердце, гресь надежда уносят нас далеко от беды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова